Пойдем дальше. Вы поняли, как можно слово соединить с образом и дать его воспринять. Все зависит от той ситуации, в которой мы находимся. Говоря о химической промышленности, я, конечно, напишу H2. Говоря о просто воде как источнике чего-то, утоления жажды, я буду использовать каплю, потому что капля – это эмоция человека. А если я начну говорить о пляжах, о воде на пляже, какая она была? Конечно, я журнализую голову. И в этом будет то звучание, в котором нет. Как это все можно использовать на практике? Вода. Мы знаем, что там был такой свай, офигенный, где показывалось много воды. По статистике, вот эта вся вода – это все соленая вода. Это только 2,5%. Это я так уже говорю. Просто для того, чтобы создать этот образ воды, я уже начинаю придумывать. Хорошо есть в Википедии, где-то можно найти. Не факт, что все цифры там правильные. Но для показать, как образно это все донести, очень просто. Не беру уже во внимание ту прокурсию, которая должна быть по сути своей. Но не всегда на презентации можно показать тысячу лайков и всего лишь постов. Перепостов, скажем, для аналитики какой-нибудь. Поэтому все образно можно это. Но это много, а это мало. Этого нам достаточно. Цифры нам помогают воспринимать. Дальше. Вот если пойти еще глубже, здесь чистая инфографика, без всяких этих. Если говорить о крутой камере. В полюсах находится из-за этих 2,5% в полюсах 70%. В недрах земли 30%. Но я специально сделал этот разрых. Меньше 1% это та вода, которую мы можем использовать. Все остальное круто. Я просто из википедии сделал, попытался показать таким образом. И я не только это показываю. Даже если бы я это не показывал, этого было бы достаточно для того, чтобы человеку воспринимать эту информацию без моей речи. Правда? Здорово. Человек посмотрел. Ух ты, классно. Действительно впечатляет. Идем дальше. В начале, когда я пытался как-то привлечь к себе внимание, сказать, что сейчас должна была быть музыка. Музыки не было. Показывая образ некой пластинки, в которую... Я человек оттуда. У меня виниловые диски еще были. И даже коллекционировал. Потом раздавал. Потому что у меня появились там диски. А сейчас жалею. Я зашифровал маленькое это. Я думаю, все прочитали, что там было зашифровано. Правда? Есть такие, кто не понял? Спасибо. Начало. Да, я зашифровал слово «дизайн». Великая вещь – давать человеку заинтересованность в том, что все понимают, что я – человек разумный, а я – ух ты, я нашел. И это есть у каждого. Это заложено в человеке. Это его эмоциональная составляющая. Это его интеллект. Больше никто такого не сможет. А человек это знает. По психологии его. Оно живет у него внутри. И он этим пользуется. И чем? Вот иногда, да? Вы заложите вот эту вот информацию в свой какой-то объект, который создаете. И тем вы привлечете внимание человека. Это интересно. Это классно разгадывать. Это, ну, как бы, не я придумал. Это я просто использую там в старославянских иконах и тому прочее. Очень зачастую. Есть вот такой прием, где убираются гласные буквы, оставляются… Не всегда это можно использовать, но… Хотя само по себе слово дизайн – оно очень красивое, да? Но я нашел возможность сделать его еще красивее. Ну, это известный факт. Этимология, наука, которая по искреждению слова, она говорит, что смысл слова передают только согласные. Согласные не передают смысл. Да. И поэтому оно существует. А как факт, я был бы, как бы, ну, посчитал бы, зная, чьи это, я горжусь тем, что я вам это смог донести, скажем так. Был там еще один ребенок. Я специально на рассчитываю югиляю. Одноклассники. Что-что? Виолетники. Да. Ну, кто меня знает, тот этот, да. Меня действительно, ну, я хотел сказать, ну, символ, там, человечек. И на пляже так может. И на другом стороне реки тоже может. Хотя, на самом деле, это я. Это моя монограммка. Олег Катерина. Для, как бы, дальшего понимания, что образ, он все-таки, он строится на таких элементах, к которым мы привыкли, да, и мы уже много этого все видим. Визуальный ряд у нас офигенный, и, как бы, он может, человек, ну, уже столько там в голове у него накопилось, что любой человек начинает эти образы видеть. Вы же видите это, да? Вы можете сказать, что это такое. Или знак воскресания, или замочная скважина. Да. Если немножко поменяем композицию, ну, добавим так, чтобы визуально что-то у нас возникло, то у меня с этим. Это уже, ну, да, на любом туалете есть какой-то символ, который определяет место, куда пойти, да, нам, куда пойти мужчинам. Сделаем еще вариант. У нас получилась семья. Поработаем с ним больше. Мороженое. 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 Сложно. Тут уже работает кандинский, и это, этот баухаус стиль, который возник в 20-е годы дизайна, который определяет некую, как бы, гармоничность объектов. А теперь попробуйте представить, что, не знаю, птица выглянула из-за рамки этого и смотрит на нас. А еще есть птица жеж…. А если так? Ва, даже лукой человек! Что-то возникает там… не знаю, что у меня сегодня с видеокартой. И опять мы возвращаемся к тому символу. Но теперь хотелось бы, да. Самолёт он не стучал. Человек он многогранный, он видел всего. Рассказывает о многом. Я просто немножко добавил цвета в отель, который был раньше. Ну, лимончик. Теперь плавно, таким вот образом, от символографического чистого, да, просто перейдём в маленькую такую из десяти. Она большая, но просто здесь вам я расскажу десять. Как самых основных и как их. Задавали ребятам вопрос. Сначала так. Мы с детства привыкли, да, нам всем рассказывали, что каждый охотник желает знать их десять фазан. Ну, так как у меня вначале были часы, то я разложил это всё на двенадцать частей, чтобы нам было бы проще это всё понимать. И видеть целый, ну, то есть не остальные цвета, а у них есть и оттенки, да. Поэтому я немножко увеличил и сделал так вот, математически просто, чтобы было проще воспринимать штуку. Вот этот цветовой круг, который говорит нам о том спектре, который там солнечный свет пролагает или ещё что-то, физическом явлении, да. Мы все его используем в основе, как, ну, не знаю, как тот момент не воспринимания информации, а передачи информации, да. Он разбит на какие-то цвета и лежит в таком круге. И что первое из этих вот как бы основных заповедей, да, звучит по цвете. Это, наверное, самое важное, что есть в цвете, да. Это тот символ, который заложен в цвет. Любой цвет он имеет символ. Вот об этом очень бы хотелось сказать. Ну, акцентировать просто. Я не буду долго рассказывать, почему и как, да. Потому что горячее. Поэтому он огонь. Поэтому он там символизирует и любовь, и энергию. И желтый. Самый благосклонный, наверное, к людям цвет. Потому что все его ассоциируют с солнцем. Это первая ассоциация желтого – это солнце. Это что-то теплое. Это что-то, ну, что-то всегда хорошее. Ну, почему-то, да, вот. Это хорошее оно иногда приводит к тому, что у желтого есть одно значение. Я все пытаюсь понять почему. Но отдельно он не существует в таком значении. Ну, желтому все приписывают цвет вот этого какого-то внимания. Не знаю почему. Я как-то себе это не вывел, поэтому мне тяжело говорить. Я пытаюсь говорить о тех вещах, которые я понял. В данном случае я просто… Если поставите к нему какое-нибудь черное, тогда да. Тогда это улучшил цвет революции, и вы не найдете. Ну, почему, да. Как-то так. Зеленый. Ну, понятно. Тут самое простое, да. Это все самое такое как бы умиротворяющее. Потому что это все растет. Это вокруг нас зелень. Это свежесть. Хотя рядом стоит синий, да. Он может быть как каким-то бизнесом. с составляющим стабильности, доверием и чего-то еще. Так и воздухом, который тоже поклонен. И я выделил все один цвет. Потому что так, как бы, так композиционно 4 мне не нравится. Выделил пятый. Потому что у него есть какое-то благородство. Он считается королевским цветом. И, ну, он существует для того, чтобы все остальное, да, скажем, подчеркнуть и показать. Ну, наверх. Или выделить себя или всех остальных. Поэтому он тоже интересный. Дальше, поняв символичность, да. Я просто теперь уже хотел рассказать, как этим пользоваться. Это все в... Ну, понятно. Выложены многие вещи, которые основные. Они просто очень легко доступны. Поэтому и часы, и все остальное, оно здесь вот это. Когда все цвета, лежащие на нашем круге, стоящие рядом, да, как бы вы их не сочетали, как бы вы не повернули в эту тройную стрелочку, они будут всегда гармоничны. Потому что они близкие по своему соседству цвета. И неважно, сколько их будет. Но они будут красивы. Есть понятие, как бы, двух антицветов противоположных. Это цвета, которые... Ну, нельзя сказать, что они анти, да. Это цвета, те, которые друг друга дополняют. Если вам нужно сказать о некой противопоставлении, о большом контрасте, то любые два цвета из этого, ну да, по напруге уже символичности, да, по напряжению символическому, да, уже мы будем подбирать это, поворачивать эти стрелки, убирать уже то. Но любые два будут уже между собой это. У художников есть такая вещь, скажем, представим, что черный квадрат Малевича написан не черным, а зеленым. Ну, есть там квадраты зеленые, есть это. Для того, чтобы усилить звучание этого зеленого, туда можно добавить пару мазков, которые будут красными. И тогда этот зеленый заиграет очень сильно. Это теоретически, ну, глаз визуально настолько, что если там, допустим, вы посмотрели на Солнце, а потом закрыли глаза, вы получаете, а Солнце у нас было желтым, вы получаете вот эти вот фиолетово-розовые спектры вот того же отражения Солнца, да, пятно, которое вы будете видеть там. Ну, так устроена оптика, поэтому оно так и так. Если нам не хватает, скажем, двух контрастов, мы можем расширить контраст, добавив рядом стоящие к нему, и это тоже будет красиво. Это усилит наш контраст, это даст нам возможность увеличить палитру. Можно увеличить даже до четырех значений, когда мы это... Если по часам разложить, повернуть, то это все будет звучать в любом цвете, который есть. Есть такая штука, когда треугольник, равнобедренный треугольник наложен на наши часики, развернутые в цветовом виде, они тоже будут сочетаться между собой и переносить некую гармонию в то, что вы делаете. Соответственно, мы видим не только основные цвета, мы можем их получать, скажем, в близких от белого, и все, что используется в градации от белого к основному цвету, скажем, или от черного к основному цвету. Если вы будете составлять его из этих палитр, она тоже даст возможность гармоничному звучанию того, чего вы хотите показать. Здесь нужно из слоя тоже делать. Из слоя выбирать. Одинакового уровня. Да, одинаковый уровень. Просто растяжка имеет в виду. Можно к черному идти. Я дальше покажу пример. От белого к этому можете выбирать любой цвет, в зависимости от того, сколько вам нужно. Нет такого понимания, что… Ну да, есть логотип, который определен графическими элементами. Там может этих графических элементов быть два, три, один… Да, скажем, символ. Бывает такое, что на картинке нам этого не надо. Как здорово смотрелась эта картинка с наскальными рисунками, где было большое количество цветов. Ахроматические цвета, черно-белая палитра, все то, что было вверху, можно наложить сюда и будет звучать. Потому что все зависит от того, какое значение вам нужно. Два, три, четыре цвета. И вот то же самое здесь. Все элементы, которые были вверху, наложить вот здесь, да, равнозначные, в значении от разберенности или к темному. Они, все вот эти вот верхние штуки, они работают и здесь. Можно треугольник сдвигать, можно не сдвигать, можно его ставить так, и это будет… Не, я имею в виду верхний, правый треугольник. И это тоже будет работать, и это все имеет место быть. И последнее. Вот это вот, это не одно и то же. Это три разных значения цвета. Это мы видим на мониторе. И это работает в вебе, когда мы прописываем там, ну, в программе. Это мы выводим на принтер, на печать. Тут интересный нюанс. СМИК – это аббревиатура цветов. Там, значение черного, оно почему-то выделено буквой К. Ну, это лишь только для того, чтобы вот это вот Б, Black, оно не путалось с значением в СМИКовской палитре, с РЖДшной палитрой. Поэтому здесь вывели самую последнюю букву для просто звучания в СМУКО. СИАН. СИАН. СИАН, да-да-да. Это я, это. Я даже не смотрел. Извините. Это я провтыкал. Ну, мой вариант. Ну, и ПАНТОН – это система смешения цветов, которая, ну, машинного смешения цветов, скажем. Таким образом он тоже используется для… Вся краска, которая производится, скажем, на производстве, да, вот она идёт от смешения этих цветов. Это может быть выкрашенный цвет на стенках, на фасадных зданиях, в печати, полиграфии и везде. Всё то, что делается типа формула, рассчитанная машиной, скажем так. И делаем дизайн. Не знаю, долго, недолго, устал, утомил. Что-то интересное рассказал. Надеюсь, было полезно. Особенно в области символики. Потому что о цвете можно рассказывать много. Я просто бегаю так, чтобы представление было. И если уже вы имеете представление с нашим доступом к информации, вы можете получить её, найдя, зная, что искать. Есть вопросы? Уточнение в уличке. РЖБА. Ещё треба Альфа-канал добавлять. Ну, пожалуйста, КЖБС, КЖБА, лаб-цвета, которые служат, ну, лаб-палитра, которые служат для цвета коррекции. Ну, нужно ли оно всё нам? Если мы не работаем, скажем, с видеорядом каким-то там… Ну, это навіть не видеоряд, то, тобто, сама прозорість, иногда видеоряд. Это фактически как градации, но из тех самых колерей. Если мы говорим про монитор. Да, согласен. Какие типы кадровки характерны для слайда? Что это? Третье, золотое сечение? Какие вам это? Характерно всё то, что вы хотите сказать. Существует композиционное построение, основанное, скажем, на, в принципе, золотом рассечении. На улице, да? Ну, цифры Фибоначчи выложены в улице, скажем, потому что… И это всё обозначает некоторые нюансы. Существует теория движения точек по троскости. У нас любое представление сейчас ограничено, и это плоскость. Вот если… Вот почему я говорил о том, что мы воспринимаем слева направо. Мы начинаем читать, мы начинаем читать. Есть восходящая диагональ, то, что я показывал на этом. Есть нисходящая диагональ, которая… Если в этих местах, где, вот мы знаем, да, о пропорции, большой квадрат, делящий там пропорционально выстроенную картину, А если это не пропорционально выстроенная картина, у нее тоже есть вот это золотое сечение. Вот эти все точки, они имеют… Есть… У любой плоскости существует геометрический визуальный центр. Например, визуальный центр мы… Те, кто смотрит… Ну, приводит смотреть и читать слева направо… Он пользуется… Он… То, что пользуется… Он воспринимает визуальный центр немножко по-другому. Этот центр у него… За счет того, что мы все время идем туда… Раз, и мы ищем там вверху что-то… Там должен быть начало. У нас он сдвинут немножко выше и немножко левее. Геометрический стоит в центре. Скажем, у китайцев, наверное, по-другому. Явно. Увы. Окей. Можно еще вопрос. А как лучше, допустим, кадровки? Мы предполагаем, допустим, что техника, которую будем использовать, имеет различные физические параметры, которые могут иметь разное соотношение сторон. Высота, длина, как нам лучше строить презентацию? Техника. Ближе к квадрату. Техника. Смотрите. Резать ее по краям или резать по высоте? Сейчас немножко не понимаю вопрос, потому что мы всегда ограничены плоскостью… Три… Четырехом, да. Шестнадцать на девять, двадцать двадцать на девять. Да, шестнадцать на десять. У разных этих… Можно же не знать, на каком оборудовании человек будет смотреть. Если мы сделаем три-четыре, то она будет резана по краям… Она не будет. Вашу презентацию не урежут. У вас просто останется вот здесь… Ну вот я об этом и говорю, что останутся пропуски. Лучше… Как лучше? Будут они сверху и снизу, или слева и снизу? Наверное, ребята что-то хотят сказать. Нет. Лучше не делать без презентации, а просто… Изначально просто запросить требования… Я говорю, запросить требования у тех, кто предоставляет возможность для презентации. Но если вы выступаете, у вас есть две презентации, вы точно знаете… Нет, я говорю не о кейсе, что выступаем, а данном конкретном кейсе, когда я презентацию отправляю человеку без понятия, какой у него компьютер. Он все равно не увидит… Да, 16 на 9. Да, 16 на 9. Чаще всего… И в PDF. Все существует в новом формате. Да, а лучше отправлять в PDF. А если 16 на 10? Да, если по-на… Ну, это не сильно. Лучше отправлять в PDF, тогда он откроет… А зачем вы с этим человеком общаетесь? Ну, по-какому, если мы общаемся с человеком из министерства, где не факт… Да и у него тогда разница… Больше… Он не ощутит, что разница… Он все равно это раздрукует… Вы знаете, он на Windows Phone откроет… Он раздрукует твою презентацию… Если в PDF откроет в телефоне, то все равно нормально это презентация… Если он откроет на Windows Phone, то он получит нормальное… Я думаю, на репли тоже… Сейчас PowerPoint – это великое дело… Он сейчас… Да… Он сейчас работает под все, поэтому… Еще есть вопросы? Спасибо вам! А вы рассказываете… Вы говорили на входе, что покажете про часики… Мы думали, что вы покажете, как это делается в PowerPoint… Вы хотите, чтобы… Нет, это сложно? Нет, там все очень просто… Там все… В PowerPoint есть тайминг, да… И есть понимать… Вот как в объектном программировании… Что можно управлять… Вот этим объектом… Да… Управлять до такой степени, что он будет просто двигаться… Там задано два параметра… Не знаю, как… Программер, не программер… Два параметра… Для одной стрелки… Во-первых… Эта стрелка имеет… Обоюдное повторение с двух сторон… Относительно оси центра… Нашей… Наших часов… Там, где… Ну… Крепятся стрелки… Просто вот эта вот часть, которую не видно… Она прозрачна… За счет этого она… Имеет единую точку вращения… Второй нюанс… Понимаю… На каждую стрелку прописано… Два… Два маленьких понятия… Это понятие… Двигаться по часовой стрелке… С такой… Периодичностью… И… Движение назад… В обратном порядке… С другой… Периодичностью… За счет этого происходит… Вот это вот… Но там такое… Время прописано… Что мы этого не видим… Может быть поэтому… Оно сейчас… Выводилось на экране… Вот так вот… Там влитзрали… Какие-то элементы… Непонятно… А если наложить черный фон… И три круга получается… Секундной… И двигать их… Вращать… Можно… Таким образом… Три круга вращать… Ну просто… У меня была задача… Да… Я когда… Ну когда-то там… Флэшом баловался… Типа… Флэш был популярен… На пике своих этих… И… Там вот эти вот… Все нюансы… Они просчитываются… За счет какого-то скрипта… Который там… Типа… А-ля Java… Ну… Не знаю… Я туда не лез… Потому что я не программер… Но… Каким-то образом… Мне было интересно… Потому что это была какая-то… Визуальная анимация… С графическими элементами… И я… Там чего-то… Поколупался… Когда… Меня попросили… Ну расскажи что-нибудь… Про PowerPoint… Само собой… Прийти… И просто так… Чего-то рассказать… Когда все уже знают… Про PowerPoint… Скажем… Это были… Работники Microsoft… Ну да… Кто-то не знал… Больших функций… Еще чего-то… Да… Здесь была задача… Надо было… Каким-то образом… Привлечь внимание… Я… Для себя понял… Что я сейчас делаю часы… Потом… Когда столкнулся… Блин… Да я их не сделаю… Хорошо… Я понял… Что нужно на каких-то этапах… Там… Ну… Стрелки нарисовать… Чтобы они были… Это все… Это я понимал… Выставить его… Красиво двигаться… И отрабатывать… Вот это движение… Благо… Нашелся какой-то умный… Хлопчик… Который… Как бы… Рассказывал… О таком уроке… Да… Я в нем просто посмотрел… Периодику… Правильную для… Хотя… Сам я понял… Но… Не программер я… Поэтому… Не дошел до того… Как его правильно выставить… Вот эти… Паузы… А… Нашел… У коптиков… Видеоурок…